В 96-м году на выборах президента России победил Зюганов на самом деле? Да, это уже подтверждений много. Я даже разговаривал с представителем комиссии избирательной ЦИКа. Это был такой из Ростова, что ли он был, да? Я с ним встретился не где-нибудь, а в Рогашках. Знаете, Рогашки есть? Да, да, в Словении, на курорте. Да, все туда ездят воду пить. Воду пить, да. Я приехал и его там увидел тоже, да, поговорили. Потом это же подтвердил и Путин о том, что выиграл Зюганов. Да и сам Зюганов вообще это подтвердил. Просто они побоялись, а Ельцин, я же где-то в книге написал, что да, он струсил Зюганов. Да, он побоялся. Но он говорит за партию. Да, он за партию побоялся, что он партию Ельцин закрывает, и Зюганова нет и так далее. А вы, ребята, которые его ругаете, а вы готовы были подняться, если вдруг Ельцин начинает захвать партию, арестовывать, подняться в защиту этих людей? Никто не готов, потому что наше такое общество. Поэтому сидите и не веркайте, да. И сегодня выборы наши, это уже совсем не то. Это не надо совсем менять другую систему делать у нас. Поэтому мы еще вернемся с вами, да. Вот скажите, пожалуйста, почему вы назвали Ельцина козлом-провокатором, который повел Россию на мясокомбинат? А потому что он послушался Джеффри Сакса, и он сделал все, чтобы мы, люди, пошли туда, откуда нет возврата. Говорят, давайте прыгайте, вот обрыв, ночь темна. Вот давайте прыгайте, там вас лодки ждут. Люди прыгают, а там лодок нет еще. Они не подошли, они вроде в воду, в холодную замерзают, потому что сначала надо было начинать одно, но ни в коем случае нельзя было отпускать деньги, эти цены. Мы ни паратизацию не провели, ни демонополизацию, ничего не сделали. Отпустили цены, которые монополизированы, и сразу пошла Россия в разнос. Это, конечно, козел-провокатор, а как же. Он согласился, мы же говорили, что нельзя это делать. Он пошел на это, да. Скажите, пожалуйста, когда Ельцин скончался, вы пошли на похороны? Нет, я не пошел. А вам его было жаль? Ну, как человека, понимаете, когда я был, он был в Японии, да, а я полетел в Казахстан, мама у меня умерла там, жила, и я приехал на похороны, и он прислал телеграмму, что я плачу, я плачу маму вашу, да, и так далее, и так далее. 93-й год был. Конечно, мне было даже как-то приятно, что вот он человек такой, что у него есть сердце, да. Вот действительно, в общем-то, сердце было и есть. Оно иногда закрывается чем-то, какими-то пленками, фольгой что ли, да, не простучится. И, конечно, мне жалко его было. Мне жалко за то, что... А он же ведь не сам ушел. И мы сказали уйти, что он полностью лег под них. Это он же. Я поехал, допустим, в США, я выступал в Конгрессе там, я Конгрессу говорю, что ребята, ну хорошо, мы ушли со сцены, но не думайте, что вы одни остались, и вы теперь будете хозяйничать кулаками налево и направо. Это не дело. Мы должны понимать, что мир должен развиваться по тем же правилам, по которым развивался. А кто Ельцину сказал уйти? А ему там сказали... А Ельцин выступил, значит, храни Америку там все. Это валютный фонд, это правительство мировое, так называемое. Комитет 100 и комитет 300. Мировое правительство есть, вы считаете? Конечно. У него Бенделербергский клуб, одна из структур исполнительных. Бенделербергский клуб, куда там Чубайс ездил, который в шестом году принял решение, что в России должно быть переселено за все эти годы, они еще до 30-го года, 20 миллионов человек из Ближнего Востока, из Африки и так далее. Сейчас нас будут населять неграми. И мы идем по этим стопам. Михаил Николаевич, а Путин в качестве преемника Ельцина, это правильный выбор был? Абсолютно неправильный, на мой взгляд. Понимаете, вот вот у меня тут есть Березовский, кстати. Березовский, который все крутился вокруг меня, значит, в свое время, да? Потом, когда я был уже в этом, в Дубе, в Госдуме он пришел, к вам приехал и предложил, чтобы я был генеральным директором этого Останкина, да? ОРТ. Я, конечно, отказался, я до этого никуда не шел. Куда пошел Листьев, которого убили, да? Ну и потом я у него бывал в его доме там, знаете, где они там все собирались. Дом приема. Дом приема. Он мне говорит, что когда они приняли решение Путина сделать преемником, то я с Путиным поговорил, говорю, что, Володь, вот тебя решили делать президентом. Он говорит, а может быть лучше все-таки на Газпром? Мне Березовский это рассказывал, да, да. Он сказал, дайте мне Газпром, не надо президентом. Да, он не готов был. И потом, ну я же в книге написал свое «Власть тратилом эквиваленте», я там предполагаю. Я поэтапно изложил и высказал предположение, как это было. Они его испытали, Путина. Это вот Татьяна, Татьяна, Юмашев, там этот, кто у них еще. Я там, вот убили Рохлина, Льва Яковлевича. Да. Очень хорошие отношения были. Вот. И в последней нашей встрече, когда сначала мне позвонили, что Михаил Никитич, причем от коржаковских людей, которые ушли в СОО, отодвиньтесь от Рохлина, да? отодвиньтесь. Я Рохлина, мы встретились на поле совхоза Птичное, вот там недалеко от Троицка, потому что везде прослушивается, да? А дача нас же там недалеко друг от друга. Когда мы встречались, я шел гулять по лесу, а шла машина, это же Нива такая серенькая, шторенная. Я прыгал от него, и потом подъезжали к его даче с этого подвала заезжали, а там все не смотрели, что там кто-то, да? Но он же переворот готовил Рохлин военный. Он готовил переворот, потому что он... С Коржаковым вдвоем? А? С Коржаковым? Да нет, Коржаков уже. Мы его, я его водил даже к Юрию Скокову. Угу. Юрий, и мы в твоем пришли Скокова, он рассказывал, как Черновыль проиграл выборы в нашем России, и как Ельцин позвал Скокова, забрал у него много процентов, а ему дал должность и финансы, да? Угу. Все же политика паскудная у нас, может, она везде такая? Везде. Да, но мы встретились, и он мне сказал, что вот, я ему сказал, что отодвиньтесь. мне сказали, а Трохина, он говорит, а меня предупредили. Причем человек, которого они назначают значит, председателем ФСБ, да, он разводит это дело. Ну, а Путина назначили. А тем более, когда этот бывший, бывший председатель ФСБ, да, он был в отпуске, где-то, в Корее, что-то, вдруг, ни с того, ни с сего, прилетает к нему этот киндер-сурприз, да? Кириенко. Кириенко. Вот. И подписывает срочно значит, отказ от своей должности, мы назначаем нового Путина на ФСБ. Все это как-то все накладывали. Я говорю, что такое впечатление, что Путин руководил убийством этим. Вот. Мое предположение было. Роклина. Это в книге вышло. Все там написали по карану, обвинил Путина в убийстве. Я не обвинял. Я говорю, что есть подозрения, да? А скажите, пожалуйста, вот 99-й год, Ельцин уходит. Если не Путин, кто должен был бы, на ваш взгляд, возглавить Россию тогда? Вот фамилию назовите. Я думаю, Примаков мог вас знать запросто. Но они страшно боялись олигархи его. Да. Примаков, я знал, мы в правде с ним работаем вместе. Потом он нас за рубежом. Вот. да много людей, что вы, это сейчас говорят, если не Путин, то кто? Ребят, да бросьте его, что Россия. Наоборот. Скажите, скажите, пожалуйста, а вот Путин, вы можете его охарактеризовать? Значит, я его могу охарактеризовать, но я не хочу брать на себя работу других людей. с ним работал вместе Владимир Гортянов в Дреждине. Тоже из этого, из этой конторы. Да, из турбы. И он написал книгу «Сослуживец». Вот. И вот чем он? Мы сидели в одном кабинете. Путин занимался поиском жемчужных зерен на возной куче. Да? Это какие-то документы, люди, которые приезжали в ФРГ, то есть говорят, в Берлин, вот, Амстазий за ними следил, и им еще давали каких-то документов, и он искал, можно кому-то там присоседиться или нет, и его завербовать или нет. Но он говорит, что он редкий лицемер. Идеи коммунизма не верил. Восхищался Соединенным Штатом Америки. Они искренне были честны. Истинной страсти у него было мелкий дешевт. На рабочем месте добывания через агентов Западной Германии барахла и техники для себя и на продажу. Вот чем он занимался, да? Потом, когда я сидел в министерстве, ко мне приезжала бригада из Питера. Это депутаты ЗАГС Собрания. И была у них Марина Салья. Главное. Знаете? конечно. Они мне документы приводили о том, как Путин с Медведевым, вся эта команда, составляли соглашение. Мы им давали, я в правительстве, мы как раз голосовали, мы дали им сырья всякого, потом алюминий, алюминий, редкоземельные металлы, нефть, теперь керосин, бензин, теперь дерево, переработка леса, всякого там, на миллиард долларов, потому что они довели Питер до того, что там хлеба уже не стало, курить не было, и они табачные буты начали. А почему начали? Потому что раньше полагалось, всегда и сейчас полагается, не знаю, ты Москва, ты Питер, ты едешь, заключаешь договора в Казахстан, говоришь, у нас трактора, Кировец, мы вам трактора поставляем, ну, давайте хлеб, давайте мясо, баранину, давайте там то-то, то-то, заключаем соглашение, все идет. А эти пришли к власти, Путины, Собчаки, они все время витействовали, они же не знают, с ними работают, они думают, что это само собой придет. И там шампанское пили, и закусывали красной икрой, потом все это кончилось. Елки-палки, а почему нам ничего не дают? И приезжает Собчак, он ко мне приезжал, и поскольку я рано приезжал на работу, он у меня останавливался, пока Кремль отходится, они там еще с утра гоняли этот теннис, там и все прочее, в 11 приползали на работу. И мы кофе пили с ним, у меня книги приходили из типографии смотрел, а почему он так, потому что мы с ним ездили по в Испании лекции читали, когда Аминьцер был, а он еще не был мэром, а был просто народным депутатом, он же был с нами в Межрагинальной группе, а меня пригласил союз журналистов Испании на это дело, и говорит, если хочешь, кого-то возьми с собой интересного человека, я говорю, я возьму Собчака, ну бери, я позвоню, поедем, мы ездили с ним, хорошо проездили, им заработали, кстати, да, не поняли друг друга, и вот он приезжал, и он приезжал за деньгами постоянно, и все больше и больше, а потом мы сказали, ребята, ну как-то вы что-то делаете, а когда он обиделся, вы знаете, что он обратился к канцлеру ФРГ за помощью, да, продукты, да, да, и, по-моему, Клинтон даже, а у Клинтона там базы были, склады, и Клинтон распорядил Питер продукты дать, а мы дали на миллиарды это дело, они это все проворовали там эти деньги, вот же, у меня в книге написано, что они там, говорите, только теперь они когда пришли на территорию всей России, уж у них тут простор для воровства утроился, удестировался, да, вот такое, и понимаете, видите, не важно это, может быть, любой человек там, президентом, может, не знает того-то, да, но у него должно быть сердце, он должен болеть за что-то, он ни за что не болеет, у него ни сердца нет, а не знают совесть, они же там, когда сделали себе кооператив озера, вы знаете, на Карельском перешейке, с одной стороны Ладога, ветер оттуда сильный, с другой Балтийское море, и у них совесть у всех выдума, там ни у кого совести не осталось в груди, да, вот, а если нет совести, нет сердца, то это очень печально, вы посмотрите, что они делают, страна балится, в стране вот за 30 лет, я тут где-то прописывал, да, за 30 лет, значит, страна прошла этот путь от демократии, которую мы начинали называть демократию при Ельцине в 90-х годах, до альгархического фашизма, я имею в виду фашизм, я не окрашиваю никак, фаш это веник, это итальянцы, это путь, связанный в один узел, да, и фашизм, это власть хорошо организованного меньшинства над всем, над нацией, мы не берем фашизм, немецкий фашизм там и уже был смешан с другими понятиями, и вот сейчас эта кучка людей, она ввела власть над Россией, но вы взяли, вы что-то делаете для России, они же только Россию выкачивают, вы посмотрите, что делается так, да, продолжайте, пожалуйста, да, вот, посмотрите, что делается с населением, оно уменьшается с каждым годом, сейчас все больше, сейчас темпы смертной населения и, значит, примерно, как в 1947 году, сразу после войны, да, вот, теперь у нас вся центральная Россия, поездите по Псковской области, по Новгородской, по Орловской, вот, там, значит, деревни пустые, коровы не встретишь, да, и цыганские таборы ездят, поджигают дома, потому что там еще скобы всякие, железные, соскребают, Смепидич сдает металлом, вот, а Путин заявляет, что сейчас он будет там, и сейчас в школах много будет приходить этих узбеков, там, и со Средней Азии, вы там, пожалуйста, не выталкивайте их людей, вы там их делайте, чтобы они подходили под наши цивилизации, парень, ты должен думать о том, чтобы сберегать свой народ, тебе народ платит, они все думают, это они приходят к власти, и думают, что они Бога за бороду взяли, и они, теперь на них все должны работать, он действительно заточил все, все институты на охрану своего трона, но меня удивляют наши люди, вот, и Конституционный суд, эти суди, и Верховный суд, и парламенты все, которые вообще ничего не значат, и все отдают, и мы остались сейчас, у нас нет государства, потому что нет единого элитерального пространства, попробуйте сейчас уехать в Чечню и там пожить, да вы не вернетесь оттуда, у нас нет Конституции, потому что они ее раздербанили, я сам был членом этого Конституционного совещания, мы там эту Конституцию писали, правда ее Шахрай из Нахарьи потом выбросил все, что снижало значение президентской власти, и поднимало значение парламента, там и так далее, это они вновь что там сделали, но мы же делали Конституцию, а сейчас от нее ничего не осталось, это вообще пришла команда, которая работает без Конституции, без государства. Михаил Никитирович, я хочу задать вам очень непростой вопрос, но это то, что вот мне болит, и миллионам украинцев болит, вот у нас до 2014 года у России, у Украины были прекрасные братские отношения, взаимопроникновения и на уровне семей, культур, и связей, и все было замечательно, потом, когда у нас случилась беда, когда внутренние наши дела, там, проблемы с Януковичем, проворовавшимся этим человеком, и так далее, вдруг братская Россия, которую так любили здесь, у нас, вдруг она пришла, аннексировала Крым, развязала эту кровавую бойню страшную на Донбассе, я вам скажу, что было все уже готово к тому, что образуется это государство Новороссия, потому что 11 областей Украины были под боем, и все это продолжается до сих пор, гибридная война страшная, издевательства со стороны России по отношению к моей стране. Скажите, пожалуйста, вот то, что Путин так поступил по отношению к Украине, это преступление или просто ошибка, то, что он так рассорил братские народы? Я считаю, это преступление. Я думаю, если бы Прибалтика не относилась сраной Прибалтики к НАТО, он бы сейчас и туда полез. Конечно. Понимаете, этот человек, и вообще эта команда, которая пришла из озера, они не могут интенсивно развивать хозяйство, интенсивно работать, им нужна экстенсивная для расширения площадей. Вот они сейчас полезли в башнику, как говорится, бряцание словами, вдруг три подводные лодки из-под льда одновременно выплывают, покажите, смотрите. А они дразнят сейчас и другие страны, Норвегия, Канада и так далее и так далее говорят, а почему это россияне там себя так ведут? Нам принадлежит все вместе, совместная Арктика. И надо сидеть и договариваться и как-то делить это все, потому что у нас шейф, это наш, потому что он к нам принадлежит, понятно. понимаете, у меня такое впечатление, что эта команда, она сидит и дразнит всех. У нас был сосед, когда я жил там в Таежном поселке, он с Украины приехал, попал в плен 22 июня, работал, был играть по границам дядя Гриша был. И видимо там в плену долго сидел, видимо немножко тронулся, и вот напьется и ходит, камни кидает в город другим, там выходит, что я говорю, всех по садовлю, всех по садовлю, всех по садовлю, да? Ну что, его там отметили один раз, он опять все равно бегает у всех по садовлю. Это, конечно, это уже не 21 век, это даже не 19-18 век, понимаете? А беда в том, что вы сами виноваты в этом. Конечно, значит, Крым по-юридически относится к России, по этот, как он называется, к Крючук Кайнерджинский договор 1774 года, да? И там написано, что если Россия отказывается, то он принадлежит потом Турции. Но это уже поменялось много раз. А потом я же рассказывал, что я видел, когда находки был, и там встретился с Аджубеем Алексеем Ивановичем. И он рассказывал, как они ездили из Костромы. И сначала поехали по Крыму, и там народ бузил просто. А народ приехал из Костромы. Орловская, Брянская области, да, Воронежская. Орловская из Костромы много там было. И когда этот Рузвель сказал на Тегеранской конференции Сталину, что мы уже не можем вам помогать сейчас, и со вторым фронтом мы не пойдем, потому что евреи из Костромы очень сильных США. И аппоэнт Лизу мы не можем расширять, потому что вы ничего не делаете для создания Крымской Калифорнии. Вы знаете эту историю? Да, конечно. И Сталин вернулся и сказал, надо татар выбирать, потому что когда он разрешил евреям приезжать в Крым, много приехали из Болгарии отовсюду, и там создали 186 колхозов в Крыму. И работали, и потом Агроджойнт работал. Ленин даже тогда на выставку ездил, смотрел, но тогда поднялись татары же, стали бить евреев, и даже поезда, которые подходили, они их заворачивали назад, и Сталин сказал, мы разжигаем межнациональную рознь, но русских на конференции тегеранской сказал, надо принимать решение, Сталин приехал и выселил их, приказал им это выселить татары, и тогда туда набили смешно, а приехали оттуда из Костромы крестьяне, а там земля другая, там виноградники, нафиг они в жизни их не видели, они их порубали, картоха не растет, ничего не растет, воды нет, они привыкли, тут Волга, хочешь озера, хочешь то-то, то-то. Они опухшие, покусанные москитами, вышли к Хрущеву, это мне Сергей Хрущев рассказывал. А Сергея там не было. Да, да, но ему Никита Сергеевич рассказывал эту историю. Да, Хрущев ездил, потом от Зубей и Рада его жена Хрущева, они поехали, а там действительно говорят, что в хлебных магазинов нету, они книжные магазины, купить нечего, ни черта. И Хрущев тогда взял от Зубей и полетел в Крым, то есть в Киев. А там, по-моему, Шелест был тогда, Кириченко, Кириченко, да, и говорит, возьми Крым, потому что в Москву руки не доходят. Он говорит, а нахрен у меня Крым, вся Украина у меня разбомблена, посмотрите, что Киев какой, это же 54-й год был, да? Киев, не одно целое здание, другие все города, Крым, кстати, тоже в развале был. Так вот, как раз Хрущев поехал, но он утоптал их, чтобы Киев взял, да? Да. Без всяких соплей, это сейчас говорят, вот, Никита Сергеев сам подарил, и так далее, и так далее, потому что, наоборот, он нагрузку дал. Но, с другой стороны, ведь это и Станин затевал тоже, потому что, когда заплатил, там же, помните, этот Крым, разделили на паи, и один паи, получил президент, Зверной, потом генералы, все там, 200 паёв было, и мы получали 900 тысяч баксов в год под 5%, с тем, чтобы 9 миллионов 45-го года начать платить, и в 54-м году, если мы не доплатим все, то все они берут сами. Американцы. они ещё просили туда и Орлов, нет, Одесскую область, они просили туда ещё, по-моему, Сочи, да, Херсон и так далее, но это потом уже. Вот, и, а поскольку в ООН были республики РССР, Украина и Белоруссия, да, то это соглашение было с РССР подписано. Вот, поэтому и сделали финт такой, что Украина, она не отвечает уже за долги РССР. Вот так они сделали. Но дело не в этом. Можно было найти другие варианты, как-то использовать этот Крым, чтобы мы сообща, но ведь знаете, что такое, вот когда ослабло, СССР страна, сразу потянулись к нам люди со своими проблемами. Польша сказала, а мы хотим уйти от вас, Пензианин сказал, а мы хотим уйти от вас, да, а Прибалты сказали, а мы уходим от вас, потом нам пришлось подписывать договор Брестский мир, да, потом другие все и так далее. И вот у вас Украина, которая была сильнейшей государственной республикой, одной из самых-самых высокотехнологичных, и все наше серьезное оружие готовилось там, я имею в виду ракетное, там и так далее, и в Маш, эти братья Уткины, там и так далее. Но вы же подписали в 94-м году меморандум о том, чтобы передать, это же Данилович ваш подписал, да? Да, но отказ от ядерного оружия в ответ на гарантии территориальной целостности и суверенитета. Так вот, я вам говорю, что вы подписали это соглашение, отдали, стали отдавать все, что у вас было, а у вас ракеты, там и ядерное оружие хорошее, и вообще вы могли это развивать все. А вы говорите, дайте нам гарантии. Ну разве гарантии в мировой практике такие работают или нет? Никогда они не работают. Вот это мы давали гарантии Ким Чен Иру тогда, да? Да. И Ким Ир Сену, когда ему ездил еще, Ким Ир Сен был живой. Давали гарантии, а ты отдай это, свое ядерное оружие, мы тебе гарантии, он говорит, пошли нафиг с этими гарантиями. Зато сейчас Северная Корея сидит и курит, и никто к ней не может подъездить, ни Япония, ни Соединенные Штаты, ни Южная Корея, ничего, да? А рассчитывать на Англию, Соединенные Штаты Америки, Франция, по-моему, там тоже среди гора. Великобритания, США, Россия и Украина. Франция, как одна из, Франция там как-то другой статус немножко. Да. Ну, что Украина-то, что она сделает? И вот, эти ребята, которые никогда не были, в общем-то, дружны законами, тем более международными законами, когда посмотрел этот кооператив озера, мне по визитам показывали, да, там, где вот они создавали свою республику сначала, я посмотрел, они огородили все, там озеро даже, там уже к нему не подойдешь, я понял, что эти люди, которые там делали, они не дружны с законами. Вы имеете в виду, что к власти в России пришли уркоганы. Уркоганы никогда не принерживаются никаких принципов международных. Так что, ну, что я могу сделать? Я сочувствую, потому что я в Донбассе был, прекрасно знаю, я знаю, я помню, я ездил тогда в Рашиловград, там у вас был Гончаренко, первый секретарь обкома, вот, и я написал статью, это уже она в 86-м году вышла, за последней чертой, когда он посадил там журналистца в тюрьму за то, что тот начал оптиковать, потом он создал, похоронил жену там и создал пост номер один, милиция трехсменных охраняла этот пост как Ленина здесь, да? Вот, я все это увидел там, еще там за мной охотились, потом он приехал в Киев, я встретился Владимир Васильевичем в Черепицком, я ему, в общем-то, все это рассказал, потому что полагалось так, он, он, вообще к нему вопросы были, у него Гончаренко, но я посмотрел, какой был Черепицкий, что это за мужик, порядочный человек, правда? Очень порядочный, очень сильный, мужественный, фронтовик, если бы был Черепицкий, ни одна зараза бы к вам не полезла, вот, но у вас не было таких Черепицких, и оружия не было, а что делать там, я не знаю, извините меня за это дело, за цинизм. Михаил Никифорович, при вас в России был подлинный рассвет свободной прессы, средства массовой информации переживали при вас настоящий рассвет, ренессанс, а как вы относитесь к тому, что сегодня в России все практически зажато? Ну, я же говорю, что это путь от демократии, от начальной демократии молодой, к этому алиархическому фашизму, уже повторяю, да, вот я, когда уходил в Думу, когда Яйцин говорит, вы не уходите, еще оставайтесь, а я нет, я вводил в Думу, ушел в Думу, и мы, когда избрались, и собрался там небольшой коллектив, создавали комитеты какие, и я сказал, давайте создадим комитет, в информационной политике и связи, и их никогда такого не было, так же, как не было и в Министерстве информации, которое впервые у нас появилось, а потом Горбачев взял и создал союзное Министерство информации, да, вот, печати информации, давайте создадим, мы создали, и этот комитет, через этот комитет проходили все законы, которые поддерживали книги издания, газетные издания, когда мы раздали массу частот метровых, я уж у Ельцина уговорил, и он надавил на Пашу Грачеву, министра обороны, а у него много в кармане было, в загашнике, он отдал, мы отдали ребятам по постях, создавайте телекомпании, причем такие демократические ребята, которые газеты издавали, создавайте телекомпании, мы вам будем помогать деньгами, техникой, но вы вокруг этих телекомпаний создавайте общество гражданское, и каждое государство, то есть каждая область, каждая республика наша, у каждого гражданского общества потом оно объединяется в одно общество, встает и создает Конгресс общественных сил России, который будет контролировать эту власть нашу, без контроля общественного ничего не получается, да, вот это мы создавали, но и когда этот комитет работал, а потом я сейчас смотрю, в комитет пришел Саша Хинштейн, Лагилова, это же Саша Хинштейн, вроде журналист такой нормальный, мы с ним работали вместе, я его уважал, а смотрите, что творит этот комитет сейчас, он совсем крутнулся обратно, да, это почему я тогда Ельцин говорю, что я ухожу и закрываю Министерство печати информации, потому что мы сделали все для того, чтобы толкнуть независимых средств массовой информации, а если мы дальше будем сидеть в Министерстве, то мы начнем катать назад, как танк на тракт скатывает, да, вот сейчас этот комитет Саши начал, и, например, это Дом Российской прессы создавал я, вот, когда у меня была идея, что дадим Дом Российской прессы, я пришел к Ельцину, ну, он тогда радовался, я уже говорил об этом, и здание, он мне сказал, берите любое здание, я говорю, я КГБ возьму здание, он говорит, хотите, берите, я приехал, в КГБ там бараника была, он говорит, ты что, охренел, что ли, да, а мы хотели взять вот этот дом с зеленой крышей, я походил, а там одни кабинеты, я говорю, нет, нам такое здание не пойдет, потому что там нужно холодно, совещания проводить, какие-то праздники общие, и я выбрал вот это здание, где сейчас сидит Совет Федерации, да, вот, и у нас там, и там Ельцин уже выступал, у нас и прочее, мы там, первые, прощания с журналистом был Цветов Сопкор в Японии, он скончался, и мы его прощание делали как раз в этом доме российской прессы, и вот это был расцвет, мы там детские телекомпании создали, все бесплатно, они не платили, газета глагол выходила, ребята учились писать, прекрасная газета, а потом, когда Ельцин, когда выборы пошли, Ельцин мне говорит, позвал меня, говорит, что вот Совет Федерации негде сажать, мне предлагают здание комитета партийного контроля, там во дворе на старой площади, там большое, там большие подвалы у них, а я, они говорят, если подвал этот залез, мы их оттуда не выкорчем, я говорю, Борис Николаевич, вы че, чужие будете воевать с парламентом, что ли, вот, ну, не знаю, воевать, не воевать, на всякий случай, вы все равно ушли, да, вот, отдайте это здание, а мы вам дадим это, кто там остался, ну, дали это здание на Арбате, это дом Российской Плесной, это отдали, теперь там Совет Федерации, который, как вы знаете, занимается черт знает чем, да, вот, у меня есть такая штука, Штыгашов был, такой, не было, работает сейчас в Хакасии, представитель Верховного Совета, он выступает на заседании Совета Федерации и говорит, объясните мне, вот мы вырабатываем на наша республика, значит, вырабатывает денег, прибыль на там 280 миллиардов рублей, а у нас бюджет 21 миллиард, вы думаете, что мы это ничего не имеем, нет, у нас Сайна-Шушинская ГЭС это 22 Депрогресса, она столько энергии продает, мы это продаем за рубеж, все прочее, но это не прогресс, то есть Сайна-Шушинская ГЭС платит местные налоги столько же, сколько маленький пивзаводик, или у нас есть значит угольный бассейн, он второй после Кузбасса, у нас же еще есть другие бассейны, в том числе Воркутинский бассейн, он вырабатывает, он продает, он дает, добывает 30 миллионов тонн хорошего, как сувящегося угли, мы продаем за рубеж, но он дает местный бюджет, меньше пивзавода этого, все идет в Москву, мне скажите, как это так, вот вы все время нас ругаете, вы-то мы на хлебнике, и так далее, и так далее, а Москва эти деньги потом в Америку отправляет, они в Америке, потом они в Америку отправляют под полтора процента, а из Америки потом берут кредит под восемь процентов, да, эти на свои деньги. Хорошее сделано. Вот. Так же, как сейчас Бочаров, вот это, Михаил Александрович, мне рассказывал, они там анализировали, что не совпадает то, что у нас показывает, сколько мы продали нефти и газа, в местные российские данные, и данные там за рубежом, туда уходит значительно больше, чем мы показываем, значит, кто-то эти ворует, кто-то должен разобраться, есть власти или нет. И вот, он говорит, что давайте что-то принимать решение, или мы что-то будем делать, сидит Валентина Ивановна, которая сидит всю жизнь на этих каких-то креслах хозяйцев, руководящих, говорит, ну, тут есть замминистра, вот, на налог, он теперь, замминистерства финансов, вот. Ну, он там вроде разберется, да. Тот говорит, ну, как это, ну, вы учитесь, слушайте, вот, сразу отчитывают его. И этот Совет Федерации вообще одни без денег, они только штампуют, те законы, которые против народа принимает Государственная Дума, сейчас расскажу, да, и они это, визируют. И вот, теперь вместо этого дома российской прессы сидит Совет Федерации. Теперь вылазит оттуда жена Собчака, вот, она, причем, член Совета Федерации, оттуда, от какой-то. А не все, как Путин одному там взял своего, туда сунул, туда они, вообще не бывает ни в своих регионах, ничего не знает, ничего не делает, выходит на Руссово и видит там стоит человек плакатом против власти. И она потом заходит и говорит, у нас закон принятый нет против этих пикетов. Вот какой-то человек плохо одет и как бы стоит на нашей лестнице, как будто мы причастны к нему. Они, видите, боятся запачкать об этот народ, да, запачкаться. Она же мой дом российской прессы занимает. Вот. И я просто затошнил от этого. И все, что мы делали, вот вы спрашиваете, и все поворачивается наоборот. Вернулось на 180 градусов и идет наматывание на диктатуру, на диктатуру, причем на диктатуру такую бездумную. И люди, которые пришли и хапают, и хапают, и хапают, они такое впечатление, что они ждут, что вот-вот должно случиться. А действительно что-то должно случиться, потому что ну не может эта система жить вот при таком порядке. Потому что создано тысяча разных структур. Это вот вся власть трехзвенная, да, исполнительная. Министерства, эти, как они еще там, службы, агентства, они все дублируют друг друга. Потом какого черта у нас эти в России полномочные представители президента своими сроками? Огромными штабами, да? Ну, это означает, не избирает народ, а означает президент всех этих руководителей регионов. Так еще над ними это, над ними это, над ними администрация президента. У нас администрация президента превратилась в самое-самое главное, как ЦК КПСС. Правительство уже должно только заниматься, подметать половики администрации. Я, кстати, давал законопроект в Госдуму об администрации президента. Я знал, чем это конец. Отдал Дюганову. Принимайте, потому что я дал вам законопроект администрации президента и о комиссии ЦИКа. Я знал, чем это будет заниматься ЦИКа сегодня, а там нужно было такой контроль, что они ничего не могли проделать, потому что там все записано. Они же отдали этой женщине, которая сейчас в Совете Федерации, она позвонила мне, да вот мы там будем делать, делать его, вы же должны отвечать за это дело. Я вам задам очень серьезный вопрос сейчас. Одно время вы возглавляли специальную комиссию по архивам Российской Федерации, то есть фактически руководили всеми архивами, в том числе и КГБ, военными и так далее. Что больше, да я не сомневаюсь, что вы там увидели очень много всего интересного. Что больше всего вас в этих архивах потрясло? Понимаете, я из этих архивов, я лазил в разные архивы, есть архивы, которые на глубине 200 метров под Кремлем там, да, вот, там холодина такой, я там схватил воспаление легких, но я оттуда вернулся, я вот герьмо с рук вот так сбрасывал, это когда я увидел, что люди, которые поливают строй там Сталин такой-сякой, вся власть такая, вот, а они писали друг на друга, муж на жену, вот, и жену арестовывали потом, потом на мужа кто-то писал, они все писали друг на друга, вы знаете, что Сталин спасал Булгакова несколько раз, да, конечно, на него много-много писали этих пискулик, у нас вообще просто стыдно уже за наших людей, потому что мы так любим пакосить друг друга, да, но это есть причина объективная, потому что, понимаете, что вот мужчины особенно, когда я рождаю, жена, это женщина закладывает в человека, в сына, да, и гены добра, и гены мужества, и гены силы, генопорядочности, да, потому что у нас генотип 28 тысяч ген, и вот эти части отвечают за это, если мы женщину гнобим, а мы начали гнобить женщин с 1649 года, когда Алексей Михайлович принял указ об этом рабском праве, да, как он назывался, крепостное право, да, когда женщин, 23 миллиона подпало под это дело, женщин стали продавать, как собак, как кошек, а потом мы их не щадили, когда мы их вечно унижали, и на фронт били, посылали, и сейчас их еще больше унижают, потому что я смотрю, некому работать в шахтах, некому на стройках, и теперь оказывается, Министерство труда говорит, там можно, мы разрешаем женщин брать, таскать эти балки тяжелые, она потом рожать не сможет, и у нее затуманиваются эти гены добра, силы, значит, мужества и так далее, ломаются гены, и вместо этого закладываются гены страха, гены ненависти, рабства, гены по подлости и так далее, у нас много таких людей, и мы на свою испогание этим делом, мы вообще испогание, это много-много тут надо об этом говорить. А вот вы знаете, я хотел спросить вас о некоторых личностях, вот скажите, то, что Ленин был немецким агентом, это правда? Ну, как он был немецким агентом? Конечно, он был, потому что он получал деньги оттуда, через Павруса, это Павруса. Павруса, да. Он получал деньги, да, вот он получал там деньги, жил там спокойно, он не думал, что революция будет, вот, он, когда к нему приехал друг его, Соломон, и он писал, потом написал книгу в Париже, я тут об этом книге вспоминаю, они сидели разговаривали, и Ленин говорил ему, а на Россию мне наплевать, дорогой мой, мне не нужна, я на нее хотел положить, мне нужна мировая революция, они с Троцким как раз и делали мировую революцию. Но Ленин на немецкие деньги революцию сделал в России? Я думаю, что, что такое, на какие деньги? Они подняли знамя временного правительства, потому что, когда временного правительства стало кутить, стало ни хлеба, ни стало ничего, пошли в восстание, и так далее, и тут матросы пришли с оружием, и наводили порядок. Это какие деньги нужны? Никаких денег. Троцкий, конечно, привез, потому что послал его президент США, я сейчас забыл фамилию, да, на Г, в общем, он ему дал деньги, дали пароход, он ему дал американский паспорт, и дал вездеход английский в Екобритании, и он приехал, и вообще тогда Ленина не считали первым, тогда Троцкий был главным, и они делали главным образом революцию. Потом Ленин увидел, что Троцкий обходит, и он давай приближать себе Сталина, до этого он его и не знал, когда Сталин там занялся репатриацией, нет, Сталин, когда забрали где-то карету с деньгами, в Итбериси. Сталин и кому? Да, Ленина туда, а он потом на Пражской, по-моему, конференции партийной, говорит, там есть такой грузин, давайте его коптируем, ЦК, Сталина за деньги коптируем. Скажите, пожалуйста, а это правда, что Ленинская гвардия держала огромные деньги в западных банках? Да, это, я не стал этим заниматься, потому что этим занимался один из наших людей здесь, по-моему, даже депутатом был, он написал об этом, что сколько у Ленина денег было, Дзержинского, конечно, они не считали, что они выживут здесь, они хотели, вот в 20-м году, когда пошел Тухачевский на Польшу, он же пошел через Германию, чтобы Германию прихватить, но получил такой пинок, да, и там 120 тысяч красноармейцев это оставил в плен, вот, они все хотели там, там закрутить, там закрутить, там закрутить, а не получалось, ну Станин же им сказал, что ребятам, давайте отстроим одну страну, и давайте мы так отстроим, чтобы все захотели к нам присоединиться, так ведь получилось. Ну, возвращаясь к деньгам Ленинской гвардии, это правда, что у Троцкого в американских банках лежал миллиард долларов? Да, я об этом говорил, и это документально, потому что Троцкий был председателем Конституционного комитета, и он отдал концессию от Урала до Тихого океана, всю землю, это золотые, золотые, медь, уголь, там и так далее, и я в этой книге своей вастротелем эквариенте показываю, что мы получили от этого, и что получил Троцкий, и он положил этот миллиард долларов в банк Животовского у его дяди, вот, а кстати, сейчас, если я буду о будущем России говорить, у них есть вариант, они, мысль такая, создать, здесь подобие Троцкого, они хотят Чубайса освободения, чтобы он лазил по зарубежным делам, и договариваться, и чтоб отдать в конце, если они видят, что они не способны дальше, руку, и страна разрывается, взрывается. Что вы думаете о Сталине? Понимаете, у меня о Сталине было такое мнение, когда я еще молодой начитался доклады Хрущева, да, вот, что вот такой-сякой Сталин, там, и так далее, и так далее, а потом, когда я полазил по архивам, я понял, что это далеко не так, да, и что именно Сталин это большая личность, и что вот эти вот письма, которые он писал, когда в 1936, в 1937 году, ведь он же в 1936 году он решил провести выборы, причем альтернативные, свободные, чтобы несколько было кандидатов, и чтобы можно было спокойно избрать тех, кого народ хочет. И он провел пленум, когда, всегда же перед этим пленумом проводили, и он даже собрал значит, исполком, как он был, цик, членов цик, и там поднялись, как раз и Крущев поднялся против, и был первый секретарь Новосибирского обкома и областного комитета, Эйхи, злодила, который больше всего стрелял людей там у себя, и они поднялись, как это так, мы сейчас, а сейчас выходят из тюрем, возвращаются на место сосланные кулаки, они получают большинство, а мы, большевики, которые воевали на фронтах против бедяков, они нас просто опрокинут, Сталин, он что, он специально, он заизменник, и вот этот Эйхи поднял такую бучу, что Сталин отступил, что давайте, они говорят, а давайте мы тройки установим, и тройки будут судить людей, потому что кругом вернулись кулаки, поджигают дома, убивают людей, и так далее, и так далее, Сталин сказал, ну чего с вами занимайтесь, и составьте списки, они составили списки, сколько нужно, что я эти списки... По каждой области? По каждой области, по каждой... Я посмотрел, например, меня удивила Калининская область, это же такая тёмная область, деревенская, крестьянская область, сверху, да, и сравнил, допустим, с Туркменией, где басмачство было. Туркмены дали на расстрел пять раз меньше, эта Тверская область, Калининская. И вот так вот русские области дали больше всего, казахи дали меньше, киргизы меньше, они как-то свой народ берегут, да, вот, а потом, значит, Сталин дал указание что нужно согласовывать каждую кандидатуру там с министрами и так далее, особенно инженеров, директоров всяких. И они потом писали. Вот я в этой книге привожу пример, когда ехал из Дальнего Востока был в Красной Армии, потом самым главным политик руком, который мехлес, всем грозил и так далее. И он пишет, дает телеграмму из Иркутска Сталину, что вот я в ЛНОД меня остановили, значит, первый секретарь зашли в вагон обкома председателя госполкома и председателя НКВД областного. И сказали, что им дали всего разрешение расстрела столько-то людей, а они на 2000 посадений уже больше расстрелять и просят разрешение. Вот. И ушла телеграмма, и Сталин пишет им, дураки немедленно выпускайте там и так далее. Это все шабаш был такой, да? И потом он писал Сталину много, что значит, нужно уменьшить, уменьшить, хотя он уже запустил эту машину, конечно, что тут говорить. Ну, а потом поэтому он Берию назначил. Берия, кстати, когда пришел, вот, кстати, на Берии много говорят, а он же ведь наоборот остановил. Да. И то, что делали, значит, и... Ягода Ежов. Да. Он остановил. Берия, это другой совсем человек, чем мы его, чем Хрущев его нам показывал и так далее. Михаил Никитирович, скажите, а Сталин был отравлен? Да. Значит, я когда занимался архивами, я же первый об этом сказал у Караулова в передаче, и потом эти стали подтверждать, говорить, да, да. Занимался архивами и я обнаружил, ну, там, естественно, комиссия была, врачей, они все сказали, что вот он умер. А вот, я обнаружил записку профессора одного, который не согласился с особо мнением. Ее не было там в этих архивах. Она была в другом городе, архивы расточили по городам, я ездил по этим городам, да, вот, и в архивах тоже там лазил. Она там застряла, я ее вытащил, ее. Вот, и он пишет там, что это однозначно отрава, отравление, потому что у него в крови красных сельцов там в 10 раз больше, чем полагается, значит, это борьба с отравлением, печень раздулась. Теперь, мало того, значит, все это трахея вся побита как будто и желудок побитый как будто дробью, да, это отравление. И под мышками везде, здесь синюшные образования, пятна, да, что это отравление. Но он через день исчез, его убили, да, а до этого убрали и его помощника Паскребышева, и начальника охраны, начальника охраны, и начальника Детюпра, который был в других их поставили. Вот. Ну, это грешат на Берию, но я не думаю, что это Берия делал, потому что Берия пострадал больше всего от него, и Берия Сталин не грозил Берию увольнением, он уважал его за ту работу. Вот я был, когда приезжал в город Курчатов, Симбатинской области, да, где атомный полигон я там лазил, и сейчас в Курчатове приехал, и в конторка, где Берия занимался, и там до сегодня люди уже занимаются, и там два портрета Курчатова, огромный портрет, и Берия такой же, висят, и говорит, мы Берию не отдадим никому. Но жена, это сестра или племянница нашего министра, который железными дорогами занимался, и так далее, строил в Москве метро Кагановича. Кагановича, и она, Каганович, когда был в этом, как это называется, забыл государство, тирана станица. Албания, Албания. Когда был в Албании, и президент Албании выступил, сказал, что российские начальники, большевики, несчастные убийцы, их восстуды, потому что приехали и один, там, второй, и говорят, как мы убивали Сталина, рассказывали, да? Хаджа рассказал, да. Да. В общем, такое дело было. Брежнев случайным человеком был или нет? Брежнев его Хрущев поставил под Пантелея Кондратича Пономаренко. Да. Потому что Сталин Пономаренко видел своим преемником, вот, но они его убили, Сталина, и Хрущев выполз. Вот. А потом Пантелея Кондратич помешал и его кинул туда первым секретарем Хрущев. Вот это, Казахстан. Казахстан, да. Казахстан, но под него он подставил Брежнева. Брежнев, по-моему, там был вторым секретарем, да? И он за ним там следил и все прочее. Я он там подружился, кстати, Брежнев с Бамом, это Бородин Андрей Михайлович, первый секретарь Кустанайского коммунпартии. В 1974 году в 23 целины было, а я работал когда еще в Казахстанской правде ответ секретарем, и я сидел на сцене вот так вот президиум, а тут шторки такие, и за шторки столики секретаря-то. И кто выступал, я потом брал их, выбирал оттуда все это. И раз перерыв, я сижу там дописываю, они подошли, вот как мы с вами сейчас, как я вас вижу близко, Андрей Брежнев говорит, Андрей, ну что ты, Андрей, все время спишь и спишь, да? Вот он говорит, ну а что, Леня? Вот вот это одно и то же все. Уже из года в год, а-ла-ла-ла-ла, этот треп, этот самоотчет, и когда это все кончится? Он говорит, Андрей, ну, не мы начинали нам это все менять, да? Вот такой Брежнев был. Это я своими ушами слышал, да? Интересно. Вот, и они обнялись, и пошли там выпить кофе или чего. Конечно, он не был случайным человеком. Конечно, Пантелеймон Кондратич был бы намного лучше, потому что Брежнев, он сам любитель такой жизни, легкой, вот, обывателей. И он сделал весь партийный аппарат обывателями, и страну, и ждиецами. И мы вступили в этот застой, да? Хотя можно было многое, многое сделать, потому что и Косыгин этим не занимался, и когда я приехал на кармид-комбинат, караганинский металлургический комбинат, это в Тимиртау, он был крупнейший в Советском Союзе. И под него же вели как раз канал Эртеж-Караганда, это из Павлодара до Караганды 430 километров. И под него Несаковские месторождения, и под него Соколовско-Сарбайский комбинат еще делали для этих Акатышей, да? Когда приехал, а оказывается оборудование-то совсем другого технология вся, там нужны эти ставят марденовские цехи, а там нужно совсем другое, вот, и я стал спрашивать у инженеров, они говорят, вот такое теперь нам нужно возить руду из Курска, с Курска магнита аномалии, да? конвертеры надо переделывать все, я покрутился, покрутился, посмотрел все это, изучил, сел, написал об этом, но тогда не было принято писать такие крупные статьи, колоссальные, журналист, надо, чтобы специалисты, я стал ходить, этот директор комбината был, Тищенко, Терещенко, не Тищенко, депутат Верховного Цвета, кстати, он говорит, да что, меня Госплан сожрет нафиг, да, именчермет, я, председатель госполком, он говорит, нет, вот, потом там другие, нет, а потом я, Тищенко сижу, он говорит, слушай, у нас есть секретарь подкома, хороший парень такой, Нурсултан Назарбаев, вот, он смело, давай с ним поговорим, я Нурсултану достал, он согласился, да, вот мы еще раз секретарь подкома, вписали там социальные проблемы всякие, отправили, правда, дала огромное этот, причисленный к отстающим, собрался этот политбюро, заседание, заседание провел, совет министров провел, и приняли постановление дали туда еще коэффициент 1,3, чтобы люди были зарабатывать, все переделывали, там, вот такие вот вещи, мы занимались такими вещами. Михаил Никифорович, вот я изучал биографию Андропова, вообще странная биография и странный немножко человек, скажите, он еврей был? Да, да, он из семьи же ювелиров, из московской семьи, он же пряталка, он интересный мужик был, кстати, я видел, разговаривал с ним тогда, ведь Андропов и поэт, он бросил семью в Ярославле, в Ярославле, потом уехал туда, ему стали приписывать, что он продизанил там в Карелии, ничего, он прятался от боевых действий, да? Да, он такой, на чтении, ведь он как пришел Андропов в водку дешевую из там, вы же, а вы не помните, и вас тогда не было еще, когда кинотеатр, идет фильм днем. Да, 84-й год, третий год, да. Выключается свет, вот, всем выйти, открываются, распахиваются двери, менты стоят с овчанками, и давай выходи, документы показывай. Облавы по кинотеатрам. Облавы, и по рынкам, это облавы, он решил все делать, но это же не дело же, нет, он, они с Косыгиным сошлись в этом деле, потому что и он запятнан был, и Косыгин был запятнан, да, вот, и он же нам подал и Горбачева, он же нам и дал Ельцина. И он вообще хотел менять эту страну, потому что она ему не нравилась. Вы знаете, я думаю, что вы поразились, когда увидели эти архивы изнутри, поразились, какое количество агентуры было у Советского Союза. Вот мы с вами говорили сейчас о Бендире Ганди, а скажите, самые громкие агенты из числа мировых лидеров, кто был? Ну, я не могу говорить, потому что это тайна, мы ее не рассекретили, мы рассекретили, кстати, только Ульфа Кенна Канна, я не знаю. Не знаю, не знаю. Улаф Пальма, нет? Улаф Пальма, это же это же Пример Министр Швеции убитый, нет? Швеция, Финляндия, это наши все ребята. Урха Калева Кекканен, да? Да. Потом было много журналистов, они получали у нас даже деньги, вот, из ведомости я видел получение этих денег, да? Но они работали на нас, я их не мог открыть, потому что это нечестно, да? Я даже, когда выступали в правительстве, решали Хонакеру вывести или нет, я тогда выступил против, ну как это вывозить? Он уже там работал, он отвечает за людей, и люди за него, пусть он разберется там со своим народом, а потом мы примем его так же. Ну, когда вы видели, как бывший федеральный канцлер Федеративной Республики Германии Герхард Шрёдер становится руководителем Роснефти, вы понимали, откуда ноги растут? Да, я и понимал, и понимаю сейчас, я вам так скажу, что среди этих мировых лидеров 90% продажных шкур, они за деньги, и вот у нас, почему у нас такой бардак идет от нас, я хочу это прямо сейчас сказать, я об этом давно говорю, у нас нет контроля за деньгами в России, потому что парламента нет, как такого парламентского контроля, другого контроля нет, и все, Путин, вместо того, чтобы выполнять свои обязанности по Конституции, это выполнение законов и Конституции, и люди, чтобы над людьми не издевались, там и так далее, и так далее, да, прав человека, надо было, он занимается денежными потоками, и мне кажется, все проходит через него, и они не контролируемы, эти деньги. На эти деньги покупают полмира, правда? Да, на эти деньги покупаются полмира, вот, куда ни кинься, вдруг этот человек готов у нас работать, потому что он уже получал, это у них, когда они Каддафи убили, причем великому позору его убили свои же люди, потому что Каддафи построил такой водопровод для своей страны, для Риада, для Чиада, там, для других, пол Африки обеспечил водой четырехметровый диаметр труб, вот, и овцы там пьют, и там, так далее, так далее, потому что он отнял воду у французов, французы бутылированную воду, да, подавили, поставляли, бутыли, это, а у них закончился теперь гешефт, как говорится, да, и вот они там настраивали все это, его убили, а и что сейчас все эти плачут, ну, а он дал этому президенту деньги, саркази, 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 саркази подняли, у нас такая страна, что у нас никто никого не поднимет, у нас все, понимаете, настолько убито общество, я уже об этом говорил, что любой стране нужен национализм, если есть национализм серьезный, тогда будет и нация, вот у вас национализм появился сейчас, у вас и будет нация украинская, у вас ее не было, ее размыли, вот, у нас нет национализма, потому что Ленин не давал на гнобике там русских, Хрущев не давал, да, сейчас тем более у нас сейчас нас выселила армянская радио, теперь за нами управляет армянское телевидение налево-направо, там, какие-то свои законы, там, для нас выдумывают, там, так далее, так далее, мы уже не люди своей страны, и еще президент нам указывает, а вы вот так вот не это, не отталкиваете, вот сейчас будут приходить сюда черномазые, как они называют, из Средней Азии оттуда, пусть они рядом с вашими, идут, спят и так далее, да, парень, а мы для этого, они для этого Россию-то строили, мы же для другой строили, мы же, если бы у нас была Россия нормальная гражданская общество и нормальная нация, мы бы не допустили сегодня такого брадака, который у нас есть, мы бы не допустили, скажем, даже нападения на Украину, свою братскую, вот, потому что это действительно преступление, потому что мы одна нация, мы славяне, потому что вот этот, был, Тадеуш Фоланский был, польский писатель и исследователь, когда нашли надгробный памятник из трои, героев трои Энеев, вот, и никто не взялся расшифровывать, что там написано, а этот Тадеуш Фоланский, Фоланский, взял расшифровал со старославянского языка, как говорится, вот, это 3000 лет назад было написано там, да, вот, и потом сейчас масса на острый Крит нашли письмена, которые он же расшифровал тоже, причем они отпечатаны типографским способом-то 1800 лет назад до новой эры. Михаил Николаевич, скажите, а это, Вот мы сейчас дергаемся на телевидении, там поливают друг друга, а сейчас случится в Америке взорвется и Лоустон, да, пол Америки уйдет на воду. Ну, часть Америки придет в Сибирь, а нет уже той страны, которая с оружием и так далее. Китай станет гегемоном, и Китай пойдет к нам сюда, потому что я китайцев хорошо знаю, я видел, жал на школе, когда воевали с ними, да, что это за публика, и у китайцев не будет разницы, ты украинец или русский. Они все к нам одинаково будут нас относиться. А как человек при Ельцине, бывшим министром печати информации, скажите, вот когда вы видите, как на российских федеральных каналах Соловьев, Скобеева, Попов и так далее издеваются над Украиной и украинцами, у вас это вызывает чувство возмущения? Нет, у меня это вызывает такое чувство понятие. Ну вот когда сумасшедший снимает штаны на улице, начинает опражняться, да, он сумасшедший, все с него возьмет. И они будут его смущаться никогда. Вот, а эти ребята, они такие, но их Мамона, их бог такой, Мамона, они хоть там Соловьев, он умный, кстати, Володя, вот, Соловьев, вот, и Грамм, иногда, и он все время подчеркивает, что он еврей, там, так далее, нет, у него бог Мамона, а Мамона это наживо, а вот это, когда этому богу молятся эти люди, у них уже нет, они переходят к красной черту, у них уже нет понятия порядочности, совести, там, и так далее, и так далее, они такие будут, это просто, как говорил мой любимый философ Ницше, Фридрих, что тварь и творец соединены в человеке воедино, вот, если условия такие, что в тебе зреет творец, то и зреет тогда, вот у вас сейчас творцы зреют на Украине, потому что у вас демократия, а у нас сейчас зреет в каждой душе тварь, и вот чем ты выше стоишь, тем ты сильнее тварь, куда ты денешься, никуда не денешься. Вы знаете, в Украине рассекретили полностью и открыли архивы КГБ, вот я могу, я захожу иногда и смотрю расстрельные дела 30-х годов, например, любые дела по КГБ до 91-го года, пожалуйста, можно получить, смотреть, ксерокопировать, фотографировать, все что угодно, в России этого нет, и даже военные архивы времен войны сейчас закрыли. Как вы думаете, почему? Понимаете, тут даже идеологии нет, нифига. Вот мы открыли архивы и наша комиссия была председателем, мы заседали комиссию, у нас были все заместители министров, ФСБ тоже заместители председателя, все сидели, открываем, не открываем, рассекретили, рассекретили все, потом приняли решение рассекретить всю документацию по войне от 41-го года до 45-го. А там же страшная история. Подписали распоряжение, и Ельцин подписал это дело, и мы открыли все это дело. Потом прибегает к Ельцину был генерал-полковник такой, народный депутат Госдумы, он в политуправлении работал. В Алкогонов, наверное? В Алкогонов, да. Вместе с Яковлением Александром Николаевичем. Вместе с Николаевичем, вот надо все открыть, и не надо открывать, надо закрыть, там все. А я потом понял, а сейчас нашли у Алкогонова в биотеке Конгресса 30 тысяч копий документов из наших архивов. И Ельцин сказал, ну, закрыть. Они закрыли, сами брали копии, и потом торговали ими. Мы же отдали вам, журналистам, берите. Меня там Карлов как-то спросил, а почему вы всех не напечатали? Я говорю, Андрей, ты что, охренел, что я? Там миллионы, сотни миллионов документов, я буду с ними выползать и печатать. Берите, пускайтесь. А это правда, кстати, что вы наксерили несколько чемоданов суперинтересных секретных документов в архивах? Я жду, когда они в цене поднимутся, да? И тогда это будет продано. Это сериал у нас Гена Шепечко, он был секретарь комиссии, да? То, что-то нужно было, мы там отдали с журналистом, все, а потом он сдал обратно их, да? Все. Чтобы я еще таскался с этими документами. Я же не историк, я публицист, пусть историки занимаются, вот историки почему не занимаются тем, чем надо заниматься, вот скажем, Жуковым, вот, как он, там, у нас же есть историк прекрасный, значит, этот Арсен, 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 фамилия такая, сейчас вспомню фамилию, да? вот, и он же сдал несколько книг об измене генералов советских, да? Вот, и он же занимался, почему-то, он ходит, смотрит, а никто не ходит, не собирается, потом спрашивает, а где его взяли, а где это взяли, факт, вот почему, допустим, почему Жуков, когда у нас дивизии ехали, защищают Москву, вот, русская дивизия, там, из Кузбасса, и довсюду, с Сибири, их везли на станцию в Тверской области, самое там, ближе, Псков, да, вот, разгружали там, и они пропадали без вести из дивизии, просто пропадали без вести, потому что там уже немцы были, а эти без оружия, безо всего, их там или в плен брали, или его начинали, а в это время у нас только юг был прикрыт Москве, а севера нет, и когда пошли танки северные, с севера, тут уже Хрущев, этот, Жуков через своего комиссара, вот он звонит Сталину, товарищ Сталин, есть предложение перенести командный пункт Жукова в восточную Москву, а Москву, Москву придется дать немцам, да, вот, Сталин приказал брать лопаты и могилы себе копать, а почему они, потому что с севера прорвались немцы, никто там не охраняет, это Яхрома, это канал, это Москва, Волга, это сестра река, и они там уже подходили к Москву, и тогда приняли решение затопить это место, взорвание плотины, поднялся вал в шесть метров, и там, это был 29 ноября, температура минус 40, люди уже спать ложились в деревнях, а их смыло все, погибли тысячи людей, да, вот, и немцам предупредили, что Сталин хочет затопить Москву, не надо Москву заходить, поэтому они остановились перед Москвой, всем интересно, почему они перед Москвой остановились, но это же наши военные, и как они, то, что вот у меня отец, в Барвенковском котле погиб, и все эти, понимаете, они до октября, три миллиона, армия вся, сдали плен, да, плен, а тогда, уже, здесь, негде, было брать людей, все занято немцами, тогда, в Сибирь, а наши отцы, и старого мы там были, муниционеры, конные наряды, ездили по лесам, и собирали этих людей, везли, и сразу поезда, и сюда, мой отец уже отслужил, пять лет в кавалерии, ему по сорок лет было, у него четверо детей было, вот, я там четвертый, и приехали, его тоже взяли, да, и кинули туда, вот, это, потом, это же известно, этот, как раз Арсен, описывает, что, директива пришла 18-го, а не 22-го, как, Хрущев там, они же все делали документы, я смотрел, кстати, в архивах, очень много документов, и подделано, все выброшены, это при Хрущеве делалось, вот, и, Михаил Никифорович, многого лучше не знать, правда? Нет, лучше все знать, если все будешь знать, тогда будешь гражданского общества, а народ, я отлежал в больнице, как раз, с ковидом, с врачами разговаривал, кто лежит, а мы не интересуемся политикой, она это не надо знать, я говорю, ребята, если вы не интересуетесь политикой, политика к вам однажды, может, придет, вот, арестует вас, и дома вас заберет, да, вот так вот, в жизни делаем. Михаил Никифорович, я благодарен вам за очень интересное интервью, спасибо. Я вам задам последний вопрос. Вы были свидетелем и участником, непосредственным участником, ярких событий на переломе историческом, таком, в жизни Советского Союза и России. Вы очень много видели, очень много знаете. Скажите, пожалуйста, вы счастливый человек? Вы знаете, я счастливый человек, потому что у меня любимая жена, мы с ней живем 55 лет, кстати, да, она тоже из бедной семьи, у нее тоже отец погиб, также в Сибири, мы из одного города, у меня прекрасные сыновья, два сына, вот Костя и Максим, Максим, Костя работает в Импере, вы знаете, в Импере, Максим, директор русского радио, у меня прекрасные внуки, один из них, Федя, пловец, ему сегодня исполнилось 15 лет, вот, и у него уже первый разряд взрослый, он будет сейчас кандидат в мастера там, и так далее, он школа Олимпийского резерва, вот, их там выпрестают, правда, у нас в Москве мало этих бассейнов, у нас вообще мало школ, у нас мало детских садов, нижних бассейнов, но зато у нас много храмов, вот сейчас программа 350 храмов на Москву, 200 храмов на Старую Москву, на Новую, 150, и уже сами священники говорят, что, ну, не надо, хватит, уже храмы пустые, нет, вот, власть наша, давайте храм, потому что нужно из людей выбивать знания, нужно делать из людей рабов божих, да, чтобы они не понимали глаза, не случайно же Путин взялся за Навального, за молодежь, он боится молодежи, потому что, да, уже старики там, их уже обработали, а молодежь поднимается и жить в этом государстве, они не должны отдавать это государство шпане всякой этому, в этой Клоаке, да, вот это будет продолжаться, и пусть они не дрожат, а вы будьте любезны, у себя на Украине держитесь, потому что вы дело делаете, знаем, мы вас любим, и мы переживаем за вас, потому что, ну, я думаю, что вас в обиду никто не даст, и вы сами себе не дадите в обиду, вот, и я желаю... Спасибо, спасибо, Михаил Никитирович, спасибо вам большое. Семье привет, и всем привет там. Спасибо, спасибо. Я с удовольствием бы приехал в Киев, куда ездили с Сашей Бовином, помните, он был в Израиле послом, вот, а он тогда шел, мы, наверное, на выборы народные педа ТССР вместе шли, и он меня научил в Киеве есть галушки с этим, как он называется, вишней, он забрал три порции этих галушек, две, вареники, с вишней, да? Вареники, шампанское вверх, и говорит, ну я сегодня гуляю. Еще раз спасибо, всего доброго. Спасибо вам, спасибо.